Первая виза в моем чек-листе называется «Та Аширотис Сиахия», то есть это туристическая виза. Она выдается для многих стран. Есть сайт, где выдаются эти визы, там можно посмотреть, для какой страны она выдается. Для России выдается две туристические визы, одна на год, другая на полгода. В чем разница? Разница лишь в том, что та, которая выдается на год, в течение года может здесь находиться 90 дней, в течение года. И нельзя купить другую визу, пока не иссякнет год. Что касается визы, которая на полгода, она точно такая же, только она выдается на полгода, на 90 дней. То есть в течение полугода можно здесь находиться 90 дней. Потом через полгода можно купить другую себе визу туристическую. Но здесь есть одно «но». Пока первое годичное не иссякнет, даже если продается полугодовала виза, по ней запускать сюда не будут. Были прецеденты. Были прецеденты, поэтому они на границе говорят. Ты должен подождать год, по истечению года у тебя будет активироваться та виза, которую ты купил на полгода. Понятно, да? То есть здесь вот такие вот у них небольшие проблемы с этой визой. Также для граждан Казахстана есть два вида туристической визы. Одна на год, по которой ты также можешь находиться 90 дней. А вторая – сингл-виза. Сингл-виза – это та виза, она одноразовая. То есть ты купил визу, заехал в Саудию, выехал, все, она у тебя сгорела. И потом, теоретически, можно купить себе еще одну сингл-визу, и так можно покупать их хоть 10, хоть 20 штук. Но это, опять же, в теории, на практике я еще не знаю, кто кого-либо, кто так смог сделать. Поэтому, если есть среди вас мои подписчики, те, кто так делал, напишите в комментариях. И, иншаллах, я обязательно об этом тоже оповещу встречу своих. И также для граждан Казахстана, пока первая виза не иссякнет, 90 дней, то есть вот эта сингл-виза не работает. Помните историю, когда я также заехал из Турции, когда прилетел, меня пустили по моей старой туристической визе. Мне накапал штраф 4 тысячи с чем-то реалом. Я пошел в аэропорт разбираться, и в то время, пока я там сидел около двух часов, пришло 4 человека с этими проблемами. И из 4-х, трое были казахи. И у казахов аналогичная проблема. То есть они туристическую визу у них закончили в 90 дней, купили сингл-визу. Думали, что заезжают по сингл-визе, их по факту пустили по тур-визе. И они говорят, давайте наменяйте. И пограничники говорят, пока та тур-виза не кончится, год, ничего не можем вам понять. Поэтому их штрафовали. Теперь, для граждан СНГ бизнес-виза выдается на год, для граждан Европы тоже на год, ну и так далее. Остальным тоже выдается она на год. Значит, что по этой визе можно делать? Кто-то думает, что если виза туристическая, значит нельзя по ней совершать умру. Нет, умру совершать можно. Умру совершать можно. Также можно регистрироваться в приложении Нусук, которое дает вам право записаться на Рауду и записаться на умру. По этой визе можно регистрироваться. Главное, чтобы у вас был местный номер. Ну даже можно на свой номер зарегистрироваться, который у вас российский там или со своей страны. Вот. Потом по этой визе можно купить две сим-карты. Ну и в принципе все, что можно делать по этой визе. При вылете можно купить замзам. Но иногда спрашивают, ты умра? Ну ты же на умр прилетел? Не врешь, бишь, да, умра. Они продают тебе замзам. По факту замзам могут продавать только на умровизу. По туристической визе нет никакой страховки. То есть она покупается, но она здесь не действует. Ты приходишь в больницу, тебя говорят, мы по твоей страховке тебя принять не можем. Иди в другую больницу. И таким образом ты ходишь с больницы в больницу, и тебя никто не принимает. Только платно. В принципе, вот все, что можно дать за турвизу. Теперь важная информация. За каждый просроченный день 100 реалов штраф. И что самое удивительное, или самое важное, что здесь нужно подчеркнуть, этот штраф платится только при вылете и только картой на терминал. Наличкой нельзя. Поэтому те из вас, кто просрочил дни, приготовьте карту саудовскую или иностранного банка, чтобы вы могли при вылете оплатить. Если не оплатите, не выпустят. Кроме как, если вы не пишете отказ, и вас депортируют на 10 лет, тогда штраф с вас не взымается. То есть не важно, сколько там штрафов, 10, 20, 100 тысяч реалов. Здесь люди годами живут, не платят штраф. Но при вылете либо платить штраф, либо депорт на 10 лет. Есть выбор. То есть не совсем то, что ты здесь заложник остаешься. В принципе, за турвизу я, иншалла, все рассказал. Стоимость туристической визы около 106-110 долларов на полгода, на год где-то 130 долларов. 130 долларов примерно. Цены могут меняться. Смотрите, очень важное замечание. Почему я не написал цены в чек-листе? Потому что, когда пишешь цены, через полгода цена вырастает и начинают претензии. Да, что ты здесь обманываешь? Как я видео записал в том году, когда виза стоила там дорого, саяхия и умра виза. Мне в этом году пишут комментарии. Ты обманываешь, столько это стоит там умра виза или саяхия виза. Я говорю, ты, брат, смотри, Субхана, видишь, это же старое. Это же вообще не дело. Ты, говорю, обвиняешь, даже не проверив, правильная информация или нет. То есть то, что я сказал, это все правильно, кроме цены. Это тогда, как бы, удали видео, мне вот так вот допишут Субханова. Информация актуальна, почему я должен удалять видео. Поэтому я здесь цены говорю только так, да, предварительные, то есть около 160-107 долларов стоит туристическая виза на полгода, на год около 130 долларов стоит. Если человек старше 60 лет, тогда ему обязательно покупать страховку. Страховка там где-то 70-80 долларов стоит.